согласен. Далее мы перешли к теме инвестирования, то есть к вопросу, что делать с деньгами. Я рассказал ему о распределении рисков, о том, что нельзя вкладывать все деньги в один инструмент, в бизнес, например. Он задал мне вопрос, а сколько можно заработать, если инвестировать деньги консервативно, с гарантией сохранности? 3-5% годовых, ответил я. Возникла пауза. Через минуту он сказал мне, один мой друг дает деньги своим знакомым под проценты и зарабатывает при этом 2-3% в месяц. Он работает уже давно, года 2, ведь это намного выгоднее, это не 3% год. На это я сказал ему. А вы никогда не задавали себе вопрос, зачем эти люди берут у него в долг под 30% годовых, если банки сегодня дают кредит под 17-19%. Почему бы этим людям не обратиться в банк и не взять более дешевый кредит? Знаете почему? Потому что банк им не даст кредит, так как считает, что данный клиент рисковый и может потерять все деньги, не имея никакого залога. А ваш знакомый дает им деньги. Возможно, что 2 года без сбойной работы это неплохо, но все когда-то заканчивается. Ведь вы не считаете, что в банках сидят глупые люди, которые не хотят заработать дополнительные деньги? Он ответил. Может быть, но 3% годовых это очень мало, я на своем бизнесе зарабатываю больше. На это я сказал. Бизнес – это рисковое инвестирование. Рисковое и в Америке, и в России, и в Белоруссии. Поэтому там и доходность высокая. Однако вы можете вложить не только в консервативные инструменты, но и в более агрессивные, без гарантии сохранности капитала. В ПИФы, например, в доверительное управление, в хедж-фонды. Он спросил. А сколько там можно заработать? Процентов 30 заработаю? Я ответил. Возможно, но без гарантий. Можно заработать и больше. В некоторые годы российский фондовый рынок вырастал на 60-70% за год. Но рынок может пойти и вниз. Основная задача при вложениях средств состоит в том, чтобы распределить инвестиционные риски и не потерять все свои деньги. Поэтому следует их размещать и в консервативные активы, и в более агрессивные, и в бизнес. Знаете, какую долю занимает бизнес в общем капитале среднего американского миллионера? Всего 20%. Остальные деньги инвестированы в ценные бумаги с разной степенью надежности, в недвижимость, в банк. К сожалению, наши бизнесмены еще не осознают риски при размещении средств. На этом наш разговор закончился. Этот бизнесмен пока был не готов к размещению и планированию своих инвестиций. Он не понимал, что есть инвестиционный риск. Китайцы говорят, учитель приходит к ученику, когда ученик готов. Бесполезно говорить о рисках и об их страховании человеку, который пока не столкнулся с тем, что все деньги могут быть потеряны в одно мгновение. Я уверен, что этот молодой человек вспомнит наш разговор позже. Возможно, через год или пять лет. Надеюсь, он сможет сохранить свои деньги и разумно их инвестировать. Какую доходность можно получить при агрессивном инвестировании? На этот вопрос также нет однозначного ответа. При расчетах личных планов я предполагаю доходность на уровне 20% годовых. Но различные управляющие могут получить разную доходность от минус 40 до плюс 150% годовых.